Шымкенские налоговики проводят разъяснительную работу в Центре обслуживания населения Нбишинского района. Они рассказывают жителям о процедурах банкротства, внесудебном, судебном и восстановлении платежеспособности. «Мы сейчас находимся в Суне, объясняем людям закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан. Заявления будут приниматься в марте этого года. К нам могут обратиться граждане, у которых есть долг до 5,5 миллионов тенге перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами. Эта процедура касается внесудебного банкротства. Процедуру внесудебного банкротства также могут применять граждане, чьи обязательства по договорам банковского взаима, предоставления микрокредита и взыскания за должности, уступки права требования, заключенные между коллекторским агентством и кредитором, не исполнены в течение пяти лет с одним наступлением сроков исполнения». После признания банкротом для должника наступают определенные последствия. В течение пяти лет он не сможет получить займы в банках и микрофинансовых организациях. Выехать за пределы Казахстана можно будет только при острой необходимости. На лечение или похороны близкого родственника это ограничение действует три года. «Имущество реализуется финансовым управляющим согласно плану продажи на электронных торгах или методом прямой продажи, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание, согласно закону об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. Также взыскание не может быть обращено на единственное жилище должника, не являющееся обеспечением исполнения обязательств. Срок проведения судебного банкротства – шесть месяцев». Эльмира Саэтова признается, без кредитов выжить сегодня сложно. Инфляция съедает доходы не просто накопить и на жилье. Поэтому приходится брать в долг. «Сейчас никак без кредитов прожить нельзя. У меня у самой есть кредит. Оплачиваем всей семьей ипотеку. Сроков придерживаемся, боимся комиссии. Но у меня много знакомых, которые имеют кредиты. Берут в долг, чтобы закрыть первые кредиты в банке. Есть и те, кто взял кредит в микрокредитной организации. Сейчас нам разъяснили порядок банкротства. Хорошо, что приняли этот закон. Теперь кто погряз в долговой яме, смогут с облегчением вздохнуть». Заявления до банкротства могут подать получатели АСП и те, у кого истек срок погашения долгов в пять лет. Разъяснительная работа закона о банкротстве граждан будет проводиться в общественных местах и торговых точках.